Фулл контакт В прошлый раз с большим удовольствием мы снова его приветствуем в нашей студии Дмитрий Иванов, генеральный директор промоутерской компании «Плечом к плечу», член Президиума Федерации кикбоксинга России, чемпион мира Добрый вечер, дорогие друзья Дмитрий, вот знаете, для затравки нашей сегодняшней программы хочу прямо вас провоцировать сходу Вот мы сегодня будем смотреть раздел «Фулл контакт» без лоу-кика И я ожидаю очень интересных поединков По крайней мере, основываясь на результате чемпионата России «Фулл контакт», что я смотрел Это европейский чемпионат Здесь приехали самые лучшие спортсмены 35 стран Европы Так что мета не мог быть по-другому, кроме «Супер» Это для меня большая радость лично Потому что очень много молодых людей У которых такие хорошие возможности И здесь постарались создать такие условия Чтобы они могли реализовать свои возможности И показать, как подготовились к этому турниру К этому соревнованию Дмитрий, вообще чемпионат Европы По уровню организации и по уровню боев Сильно отличается от чемпионата России В некоторых видах наоборот, как в борьбе Чемпионат России значительно интенсивнее и сложнее выиграть, чем чемпионат Европы Ну, во-первых, нельзя забывать, что это международный турнир И статус этого соревнования Он дополнительным бременем ложится на спортсмена Потому что другое, знаете, такое понятие мандраж Чистое спортивное понятие Другая психологическая нагрузка И, конечно, спортсмену очень сложно восстанавливаться Потому что другая совсем атмосфера Это, конечно, не чемпионат России Хотя на России бывают иногда бои По качеству они иногда могут И давать несколько, некоторую фору даже и международным боям Но по самой атмосфере, еще раз говорю Это все-таки чемпионат Европы Это гораздо сложнее стать, допустим, здесь чемпионом Поскольку вот дополнительная нагрузка И психологическая в том числе Ну, а тем временем мы сейчас с вами смотрим полуфинал в категории до 91 килограмма Встречаются Свыше 91 килограмма, прошу прощения, тяжи Встречаются финн Юка Саринен Он в красном углу, в красных перчатках, в красном шлеме И Тихомир Брунер из Венгрии В синем шлеме, в синих перчатках Мы, конечно, не можем показать вам все полуфиналы Много категории Ну, вот наиболее интересное, на наш взгляд, мы отобрали И, конечно, к этому относятся тяжи Тяжи, это всегда интересно Ну, один из лидеров здесь в сборной России Хизри Плиев Представляет Москву, МГФСО Тренер Мельцер Мельцер, Марков Иванович, к сожалению Вот он, Хизри, вылетел Не смог Одержать победу И вот мы смотрим такой, скажем так, международный полуфинал Да, Плиев Вообще, кикбоксер-то очень известен И в разных единоборствах выступает Жаль, что он не смог добраться До полуфинала Потому что, мне кажется, вот глядя на то, как сражаются Финн и Венгер В принципе, у него тут могли бы быть шансы Финн, опять Финн Вот мы с вами смотрели Да, Константин, я как раз хотел сказать, вы задавали вопрос Вот действительно, не многочисленная команда финская Но достаточно качественная И, видимо, вот индивидуализм И, может быть, вот все-таки международный опыт Участие в международных турнирах, конечно, он показывает И дает возможность выходить спортсменам Уже в такие высокие титульные поединки Как полуфинал чемпионата Европы Просто мое удивление было связано с тем, что вот В наиболее жестких разделах Таких, как К1 или Лоу-Кик Финнов, например, я что-то не могу сходу вспомнить Может быть, просто вот раздел именно фулл-контакт Как-то больше им подходит Ну, сложно сказать Но здесь он выглядит неплохо Вот я хочу сказать Да, здесь финский спортсмен Так агрессивно он прессингует Смотрите, первым номером И, знаете, он, да, прессингует И он очень выделяется своей экстравагантной внешностью Вот эти его татуировки Безусловно, носят спортивный характер, на мой взгляд Как бы характеризуют его, видимо, как личность И, посмотрите, плотный бой И пытается через руку пробивать с левой, с правой стороны Пытается искать вот эти вот ходы Ну, вот, нельзя, конечно Соперник длинные руки, длинные ноги Необходимо это учитывать Нельзя расслабляться на дистанции Ну, потому что вот Финн действует агрессивно Двигается вперед, но ставку делают на руки Ногами работают мало И вот, в общем-то, венгры его на этом пытаются ловить Он пытается встречать ногой И пару раз ему это удавалось Вы знаете, вот такие высокие спортсмены Имея такое преимущество в росте Они, конечно, должны использовать такие комбинации Которые будут вот именно завуалированы На дистанции Потому что в ближнем бою здесь Вот спортсмену из Венгрии Ну, ловить, на мой взгляд, нечего Вы знаете, я тут аналогию провожу С черногорским спортсменом Иван Стругар Он в ближнем бою все отдавал Но когда спортсмен отходил Он делал длинный боковой удар ноги И практически все нокауты его Там 48 нокаутов Очень такой послужной список был высокий Профессиональный спортсмен Иван Стругар Черногорский И вот очень хорошо владел вот этими инструментами Здесь, конечно, венгры уступают на порядок Агрессии Такой, знаете, вот Нельзя сказать, что необузданная агрессия Но такая запланированная Вот короткие удары И они доходят до цели И постоянно разрушительная сила С каждым ударом видно, что венгерский спортсмен Он начинает отдавать, отдавать, отдавать Да, чтобы противостоять Фину Но венгеру надо просто на порядок лучше двигаться Чтобы уходить, не давать сближаться И использовать длину своих рук и ног А он просто медленно пятится назад И не создает это серьезных проблем Яку с армией И знаете, вот, Константин, мне кажется Чуть-чуть покороче был бы у финского спортсмена удар И бой мог бы закончить Нет, нет концов Нет жесткой постановки Да, все-таки такой вот размазанный удар получается А если бы он был покороче, он был бы акцентирован Вот посмотрите левый боковой Такой прилип, но был вот все-таки на излете Ударный несу На самом деле венгерский спортсмен чисто отбивается Да, он на три удара соперника доносит в лучшем случае один Юка Саринян, вот, интересный спортсмен Интересный Закончился поединок Ну, мне кажется, здесь вопросов не возникает Кто одержал победу Поблагодарили друг друга спортсмена Вы знаете, меня всегда радовало И я всегда относился с большим уважением Вот с тем вниманием, как ребята, спортсмены Как они, как они относятся друг к другу после поединка Все доброжелательные Желают друг другу удачи, пожимают руки Хотя некоторые спортсмены проигрывают, и это очень обидно Долгие-долгие годы труда дают ребята И, конечно, проиграть в финальном бою И потерять золотую медаль Это, конечно, для некоторых спортсменов это как бы трагично даже Справедливо Да, 3-0 объявил информатор Ну, интересно, значит, мы его увидим в финале В нашей следующей программе Я думаю, мы его не забудем, вот, благодаря татуировке Ну, для тяжей бой проходил очень интенсивно Очень интенсивно, практически без пауз Это все-таки возможность любительского кикбокса Она предоставляется именно тремя раундами И они могут и дать ей скорость Вот, посмотрите, от одной руки Не надо экономить силу Вы правы абсолютно